Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моём канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю в период 6 по 12 ноября 2023 года. Будем с вами смотреть, к чему подготовиться, чтобы эта неделя для вас прошла максимально продуктивно и плодотворно. Поэтому приступим. Итак, общая энергия недели, предостережение и рекомендации. Что же у вас здесь идёт? Какая у вас насыщенная неделя! Так, что можно сказать? По этим арканам это какие-то судьбоносные перемены. Почему? Потому что решения для вас ключевых вопросов, они могут быть связаны с юридическими какими-то аспектами, то есть получение документов или наоборот, вы можете здесь наново подавать апелляцию по решениям суда. Опять же, может быть, восстанавливать утраченные документы или начинать просто новые юридические процессы. Опять же, здесь есть аркан, который присущ только этой колоде, который говорит о ситуации прохождения через какие-то ваши страхи, переживания, через сложные этапы, период жизни. И у многих из вас это может быть через познание себя. Почему? Потому что в данном случае король чаш, он выступает в связке с этими картами, как ситуация углубиться, прочувствовать эмоционально, ментально, то есть то, что вас тревожит, не обращая внимания на какие-то внешние факторы, то есть ощущать сердце. Это может быть как погружение в эзотерику, психологию, может быть изучение каких-либо основ духовного развития. Для чего? Для того, чтобы понять концепцию, что вас тревожит, как эту ситуацию в вашей жизни устроить. Ну а кто-то это может реализовывать через психолога и взаимодействие с ним. Помимо всего прочего, король чаш указывает у нас на ситуацию взаимодействия с мужчиной, водной стихией, рак, скорпион или рыбы. И если смотреть, то это человек, который даст какую-то дельную помощь или поддержку в сложной для вас ситуации. В особенности, если по отношению к вам была какая-то неконструктивная критика, предвзятое отношение. Или знаете, когда общество ополчилось против вас, то как показывают эти арканы, даже дотягиваю карту, двойка чаш. Это оказать вам помощь, поддержку, это дать вам какую-то опору. Поэтому действительно здесь, в этом ключе, неделя пройдет крайне плодотворно. Посмотрим, о чем будет говорить эта триада относительно вопросов личной жизни для тех, кто у нас свободен. И на повестке дня шестерка чаш. Карта, которая говорит о ситуации, что могут быть какие-либо попытки ваших партнеров из прошлого восстановить с вами общение или взаимоотношения. Но если смотреть по этим арканам, то знаете, как подъехать к вам на хромой козе. Потому что я не вижу, чтобы здесь человек менялся. Здесь попытки просто вернуть все, как было, но не меняясь самому или самой. Да, ностальгия здесь имеет место быть. Безусловно, вас это эмоционально зацепит. Но карта суд и четверка чаш. Вы понимаете, что восстановив эти отношения, ситуация не изменится. Потому что четверка чаш, это все равно по-прежнему будет разочарование в человеке, в ситуации, в отношениях в целом. Если смотреть триаду для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то рыцарь жезлов это, знаете, как заявить о каких-то своих переживаниях в этом союзе. О том, что вас, возможно, не устраивает. Или что вас гнетет. Или что у вас вызывает опасения. То есть это здесь попытки взвесить все за и против и поговорить по душам. То есть найти какую-то поддержку со стороны вашего партнера или партнерши. Если же вы у нас в стабильных союзах, то... Аркан солнца говорит о ситуации ясности. Но еще тут такой аспект. Здесь в рамках этого периода вы можете, не то чтобы не ощущать помощи и поддержки со стороны вашей второй половины, здесь может быть ситуация внезапного отъезда. Потому что вот по этим картам это как груз обязанностей ляжет на вас, на ваши плечи. И вам эмоционально будет сложно с этим справиться. Солнце это как помощь, поддержка, но она будет на расстоянии. То есть как бы со стороны. В целом же это укрепление отношений, это теплый ментальный план. Это сама по себе ситуация, когда вы можете прорабатывать проблемы вашего партнерства, вашего союза как самостоятельно, так и еще раз повторюсь. То есть при помощи, допустим, того же семейного психолога. Но здесь желание пролить свет на те нюансы, которые вас не устраивают в партнерстве. И попытки искать компромиссы. Если анализировать эту триаду карт с точки зрения работы и заработка. Смотрим ситуацию для тех, кто сейчас у нас не работает и работать не может. Шестерка мечей указывает на ситуацию, что вы по-прежнему будете в поиске. То есть искать себя, проходить собеседование, отсылать свое резюме, проходить какую-то аккредитацию, проверку ваших знаний. Трудоустройства в течение этого периода нет. Это по-прежнему как искать ту нишу, которая для вас будет максимально плодотворной. Если вы у нас соискатель, то король мечей говорит о ситуации проверки вашего профессионализма. Если смотреть в целом, трудоустройства не будет, так как вы понимаете, что в каких-то аспектах не дотягиваете. Поэтому здесь нет возможности получить вакансию или работу мечты в течение этого периода. То есть нужно будет проработать уязвимые точки, те пробелы, которые на текущий момент у вас есть. Если вы наемный сотрудник, то король монет это попытка оценить ваши силы, вашу ресурсность, вашу способность двигаться дальше по карьерной лестнице. Ну и в принципе оценивание вас как специалиста на рынке труда. То есть сколько вы должны получать денег. Если смотреть по этим картам, это вы можете как бы на свой страх и риск обращаться к вашему руководству для того, чтобы поднять себе оклад или получить какие-то бонусы, премии, надбавки. Потому что здесь, если мы посмотрим с вами, несмотря на всю ситуацию, что вам как-то страшно или некомфортно обращаться к вышестоящим, но тем не менее вы сделаете этот шаг навстречу. Потому что вы понимаете, что кроме вас никто не побеспокоится о том, чтобы вы улучшили себе и условия труда и получали, допустим, большую заработную плату. Ну и конечно же король монет это взаимодействие с человеком земной стихии, телец девы или козерог. Если мы посмотрим, то это оценивание этого человека, то есть он будет оценивать вас, ваши профессиональные навыки, ваши качества, ну и в принципе вашу перспективность. Если смотреть тех, у кого свой собственный бизнес, то по десятке монет. Продуктивная неделя, плодотворная, хороший заработок. Может здесь проходить вопрос подачи каких-то деклараций или в целом выплат каких-то, допустим, если у вас были какие-то админштрафы. То есть закрыть для себя эти болезненные моменты и далее работать комфортно. Опять же, если кто-то ждал получения лицензии для того, чтобы начать работу, то здесь эта неделя вас порадует. С точки зрения состояния здоровья, что мы здесь видим, аркан повешенный, здесь очень серьезные есть такие моменты и проблемы, связанные с психосоматикой. Почему? Потому что это состояние постоянного внутреннего стресса, которое может не проявляться вовне, но в котором вы находитесь. Справедливость — это как раз делать диагностику, оценить ситуацию. И король чаш — это проработать ваш эмоциональный план, потому что на самом деле он влияет на ваше самочувствие во всех сферах. То есть может болеть не только какой-то отдельный орган или быть утомляемость, слабость. Это ситуация, которая вас сковывает всего по рукам и ногам. Анализируем с вами предостережение. Что у вас здесь? У нас ложится здесь девятка чаш, сила и семерка монет. Если относительно вопросов личной жизни, в большей степени это, конечно, касается тех, кто у нас свободен, это называется радость пришла откуда не ждали. То есть вы получаете желаемое, допустим, восстановление отношений с кем-то из прошлого, но вы понимаете, что уже не то пальто. Вы здесь как бы перегорели, потому что семерка монет — это был период длительного ожидания. Да, безусловно, это тешит ваше эго, ваше самолюбие, это придает вам уверенность и сил, повышает вашу самооценку. Но внутренне вы осознаете, что у вашего партнера или партнерши вы переросли, что вы хотите большего и будете недовольны текущим или настоящим положением вещей. Если не смотреть, или точнее рассматривать эту ряду с точки зрения иных каких-либо сфер, что мы здесь увидим? По этим картам это желание и стремление получить все и сразу, но вы не учли тот факт, чтобы получить максимум от какой-то ситуации. Здесь нужно приложить немало усилий и выжидать реализацию вашего результата. То есть это касается в первую очередь, допустим, карьерного роста, либо раскрытия потенциала вашего бизнеса, либо вы хотели открыть новый филиал. Да, требуют усилий, требуют, как говорится, вложений и материальных, и временных, когда вы решаете, закрываете какие-то вопросы. Все здесь у вас получится, просто нужно здесь набраться немножко терпения. В плане рекомендаций у вас ложится пятерка жезлов. Карта, которая указывает на ситуацию, что вам необходимо бороться за свое, несмотря ни на что. За те убеждения, нравы, планы, жизненные позиции, которые для вас важны. Потому что именно отвоевывая свое, вы получаете духовный, личностный рост, вы получаете мотивацию, ну и, конечно же, достижение цели. Поэтому действуйте, несмотря ни на что, здесь все будет получаться. Посмотрим с вами неожиданность периода. Что у вас здесь? Книга, рыбы и ложится карта Луна. Дно колоды у нас ребенок. Итак, здесь может быть открытие каких-либо сберегательных счетов, допустим, на ваших детей. Карта там юниора или что-нибудь еще. Страхование жизни детей. Или в целом какие-либо финансовые инвестиции связаны с будущим ваших потомков. Потому что книга, рыбы и луна, это во что-то вложиться на долгосрок. Безусловно, у вас может не быть детей или внуков, и это будет актуально только и связано с вами. То здесь первое, это вкладывать в свое образование, в свое развитие. Это первый момент. И действительно карты указывают на вложения в какие-то новые стартапы. Потому что ребенок это всегда новое начало. А данные карты указывают на ситуацию, что вы здесь будете брать, ну как не брать, а вкладываться в какой-то долгосрок, в какой-то длительный проект. Хотя у нас карта луна вроде бы указывает на месячный период, но это не так. В данном случае в связке в контексте карт, это как длительный период вкладывать в свою подушку безопасности. То есть думать о будущем, наращивать свой капитал. Поэтому здесь у вас это успешно будет получаться. Все прекрасно. Поэтому мы так и закроем, чтобы в таком ключе у вас и развивались события. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, как отзывается информация. Резонирует ли она с вами, что в вашей жизни произошло за эти 7 дней. Мне будет приятно вас почитать, вас услышать, как я думаю, и представителям вашего знака зодиака в том числе. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.